Welcome, 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 дорогие друзья! С вами Виви и мы продолжаем смотреть чемпионат по Лиге Легенд MSI Middle Season Invitation 2023 года, где команда Т1 против JD Gaming дошли до пятой игры и команда Т1, так как проиграли последнюю свою катку, действительно имели право выбора страны и выбрали себе идти на синюю сторону. Забавно, что первую игру имела право выбора страны тоже команда Т1, но они выбрали себе красную сторону, проиграли игру и вот после этого сыграли на синий, выиграли, потом попали на красную, выиграли, потом на красный решили повторить драфт первой игры и снова этот драфт проиграли. А вот выигрышный драфт, который они использовали через Маукая, сейчас они снова демонстрируют. Забирает Маукая себе, забирает к этому Маукая Офелия Слолу, в лицо получает Райкана вместе с Джинкс, но против Райкана в этот раз решили не пикать команда Т1 Тамкенча, а взяли Лулу. В предыдущей игре Тамкенч пытался изо всех сил спасать своих игроков, но, к сожалению, Онер не давал возможности спасти его. Он играл на киндер так, будто у него там 25 стаков и, не знаю, 5000 здоровья, но на самом деле ничего этого не было у него. Его просто шоттали все подряд. Джеди Гейминге лучшего своего чемпиона в сегодняшней серии для 369 забирает это Грагаса и забанили они сами, видите, Анечку и Ксанты. Как раз про Анечку мы с вами сегодня говорили, что команда Т1 проиграла обе игры Анечке и, опа, минус Казикс, потому что там минус Тристана. Не знаю, как это взаимосвязано, но команда Т1 мгновенно на бан Тристана ответила баном Казикса. Может, потому что Казикса Тристана может выкидывать. Тут ты уже выкинуть его не сможешь, он сможет добраться в спину твоим игрокам. Ну, посмотрим, какой будет бан дальше. Казикс против Маукая не такой хороший чемпион, поэтому мне этот бан совершенно здесь не нравится. Единственное, я вижу логику, это то, что Вега забанили, а то, что они Тристану потеряли. И вот сейчас это подходит на то, что я думал. Скорее всего, это проблема, у нас не будет Тристана, который может выкинуть от нас ассасина оппонентов и надо тогда забанить двух этих ассасинов потенциальных, что они, в общем-то, и делают. И JDGaming отправляются играть через Сиджуани. То есть тоже выходит в лейтгейм драфт. Два коллектива лейтгейм драфт. В прошлый раз команда JDGaming закрепила это все Кассиопеей и не дожила. Далейт, скажем, браво. В этот раз команда Т1 Кассиопея не запанила, но и Тристану не имеет. Интересно, чем будет Фейкер сейчас играть. Ну, по логике этого драфта они должны Ауральян Соло брать. Чемпион мне будет в кошмарном сне снится за его юзлостность в некоторых играх. Зачем? Зачем вам эта мусорка здесь? У вас нет Лесника Ассасина. У вас нет Лесника Дамагера. У вас Дамагера вообще теперь в команде? Ну, команда Т1 не видит препятствий, видит Наутилуса и как бы пикает его. Просто Наутилус априори хороший, иначе будем его брать. И получает лицо Сайласа. Сайлас есть чего воровать, да? Маукаевская ульта, Наутилуса ульта, Лулу так себе, Офелия так себе. Гвен, я честно не знаю, как работает ульта Гвен на Сайласе. Наверное, все три стака он может кинуть, значит она будет неплоха на нем тоже. Но меня больше смущает, что у команды JDGaming достаточно урона, чтобы подготовить это все для Джиггс добивания. А у команды Т1 недостаточно урона, чтобы даже Грагаса убить. У них достаточно будет урона только в гипер-гипер-лейтгейме. Поэтому я процентики расставлю за командой JDGaming начало, средней стадии за ними же. И в лейте уже наконец-то команда Т1 будет лидировать. То есть где-то вот так вот это будет все выглядеть, ребят. И в лейте только 55 процентов я могу команде Т1 поставить из Наутилуса. Ну, который просто Наутилус, а че? А я че? А я ничего. Т1 вылетает? Здесь никто не вылетает. Это верхняя сетка. Финал верхней сетки. Поэтому проигравшая команда отправляется в нижнюю сетку и играет там свой best of 5. Выигравшая команда отправляется в гранд-финал и просто пропускает одну игру. Просто одну игру пропускает и ждет там уже соперника. То есть минимум второе место они получают на этом турнире, выигравшая сейчас команда, и просто ждут своего соперника, но пропуская одну игру. Что ж, фейкер. Снова остротилус. Сайлас почти фулл билд, ребят. Это просто все. Все, что можно было в экономической ветке, закупил себе. Просто все, что было, закупаю. Бесплатные часы, пожалуйста. Дезинтегратор, пожалуйста. Раньше еще ботинки, кто не в курсе, ботинки были на другом слоте и вы упустили этот момент, но раньше можно было реально иметь фулл билд на второй минуте. На второй минуте у вас был Даран, хилка купленная, Жонька, которая ждет отката, дезинтегратор, печеньки и ботинок. А не, на втором минуте ботинок же не появлялся, так что это только на восьмой было. Да, вы на восьмой только могли этим похвастаться, но на восьмой вы скорее всего уже что-то сами тоже купили. Это выглядело забавно. Поэтому саппорты обычно не делали такой уж бешеный билд и тогда выбирали либо ботинки, либо Жоню. Ну а другие саппорты стали умнее и начали покупать, брать себе и Жоню, и ботинки, и Жоню продавали. Из-за этого райтом пришлось цену поменять у Жони, потому что они ее продавали тупо за 300 золота и как бы нам пофиг, мы Жоню дальше не будем. Просто золото 300 получаем и все. Как только она активировалась. Вот так вот поступали игроки. Пэнк. Ну что ж, поехали. У нас Маукай стартанул с Красного Леса, с Сиджуани синего. На боте Лулу пока зоне тройкана. А на топе игрок первые уровни, видите, даже смог на равных повоевать с Гвайн. Но Гвайн очень быстро отрегенит все себе здоровье. Не волнуйтесь за нее. Тоже высокая регенерация у чемпиона. Еще с автоатак хиляется. Правда, в этой игре он решил играть не через Доран Ринг, а через Доран Щит. Возможно, в первой игре ему не понравилось, что он больше здоровья терял, чем хотелось бы. Потому что они уже этот матчап играли друг с другом. По-моему, он этот же матчап играл. Тогда он с Доран Рингом был. Фейкер получает третий уровень. Он почувствовал запах канави. Запах канавы. И в эту канаву не хотел Фейкер отвалиться. Канави возвращается и говорит, что-то, не знаю, Фейкер, надо как-то наказать Фейкера. А как наказать, непонятно. И он пытается найти врыв его. Канави просто ходит. А знаете, как Фейкер знает, что Канави у него где-то рядом? Там Варт стоит на Рапторах. И на Рапторах Канави не появился, понимаете? Его там нет. И раз он там не появился, значит, он только может сюда прийти. Потому что на Боте тоже Варт стоит. И вот сейчас он там появится. Смотрите. Хоп! Все, Фейкер его увидит. Сейчас пинг будет в ту сторону проведен. Ну или даже без пинга. Не, пинг произошел все равно. То есть, получается, что просто Фейкер поставил тот Варт и сделал вывод. Ну, раз его там нет, значит, он меня пытается убить. А кого еще? Он не может другую сторону убить. Маукай падет на Краба. Не уверены, что может играть за этого Краба. Маукай послабее Сиджуани будет на первых уровнях. Маукай скорее такой саппорт лесной. Но самое обидное для Маукая здесь даже не то, что он саппорт лесной, а то, что у него запушены два игрока. Как раз по вейвам сейчас произошло обратное. Видите? Фейкера запушили. Фейкер сейчас выфармится, все нормально у него будет. И Гвен запушил. А что с Гвен случилось? Почему 12 фарма на 26? Мы что-то пропустили с Зевсом. Зевс какую-то фигню надел. Фейкера пошла инициация. Подбегает сюда Онер. У него есть прыжок. Фейкер потратил флэш, а здесь ничего не тратилось, да? Флэш за ганг. Но по темпу очень хорошо идет Онер. Он знает, что не забирал лес все еще Сиджуани. Говорит своей команде на боте, что просто не сдохните там через шишку, когда он будет к вам прыгать и все, в общем-то. А я пойду второй маршрут леса делать. У меня будет сейчас 42 фарма против его 28. Это я вытащил. А что с Гвен случилось, ребят? Она же не реколилась? Может она реколилась и не заметила этого? А что она тогда ничего не купила на реколе? Гвен жестко проиграла. А это вот возможно Даран Ринг, ребят, зарешал. Потому что с Даран Рингом у него больше урона с кушки, больше регенерация маны и отхил там все равно имеется. А здесь у него только отхил. И ему тупо может не хватает разменного урона. А еще Даран Блэйд иногда брали. Я не знаю, сколько сейчас Даран Блэйд актуален. Когда я играл, говорим, тогда еще Даран Блэйд даже брали на нее. Фига тут Гумаюша пушит. Заставляет остаться рулера с миссингом на этой линии. Не дает им никак среколиться. Фейкер зафрезил линию. Насколько смог. Он пытается хотя бы капельку фарма выиграть. Купил себе только магическую защиту, но ботинки не хватило. Керри выходит на минд. Вард увидел. Сразу выбивает. Красиво. Забавно, что если вы в ссылку так сделаете, вы зачастую не найдете варда. Просто потратите время ради прикола. Пришли, потратили просветку, варда нет. Ну, Зевс мне не нравится. Он должен как раз наоборот быть 50 фарма на 35 Грагаса. А он не справился с этим. Как бы у Зевса этот тильт не пошел в последней игре. Грагаса ульта. Зевс на шестом уровне проигрывает Размеян. Но он не тратит ульту. Фейкер Аллоид. Помним, что у него нет флэша. И да, он умер. Но... Он такое. А доживать и доживать еще, ребят. Еще 30 минут команде Т1. Нельзя воевать с командой JDGaming. А здесь какой-то твардайв уже намечается на бот. С выходом потом в Дрейка. Гвен сделала рекол. На ТП вернулась и потеряла все хп. Сейчас опять вынуждена была сделать рекол. 369 запушивает линию. То есть он еще ей динает фарма. Это катастрофа. Команда Т1 очень сильно уже проигрывает. Потому что они сейчас еще Дрейка отдадут. Но у Онера есть шанс сыграть с Майт Войну. Он так просто поглядывает. И говорит, ладно. Не трогаем это. Ну, единственный плюс, который можно отметить. У команды Т1 очень сейфово стоит Гумаюши. И Лулу уже точно сделает его сильным. Ну, сами понимаете. Лулу будет давать силу Офелию. Офели пытается не дать заласхитить крипову Рулеру. Они шестой уровень взяли, но не могут там делать тавердайв. Нет рядом Маука. Хотя они имитируют, что Маука есть, но там это блеф не работает. Там везде варды стоят. Да, 3-2 за Китаем. Очень похоже на то. Ну, тут две странные игры с Kindred. А сейчас, видимо, уже та самая игра, которую и JD-шники сами могут выиграть. Маука без ботинок. Интересно. Кстати, Маука с First Strike идёт... У него ботинка теперь понятно где, почему он без ботинок. Потому что они у него в инвентаре появятся. И он идёт сразу в демоническую маску. Ну, взяли Геральтку. Отстают 300 золота. План Капкан есть. Сейчас эту Геральтку, когда вернётся Гумаюша вниз, реализовать по вышке на боте. Заработать для Гумаюши ещё две пластины. Он, скорее всего, одну сам снимет и ещё две ему дать. За это время не потерять Гвен на топе и можно играть. Но вот Гвен идёт к Анаве. Гвен, это поняла, сразу уходит на рекол. Просто мгновенно. И при этом, типа, крипы даже стоят по-другому. Ну, ей хочется уходить, но так не хочется уходить с таким фармом. Это, да. Потому что Гвен тоже нужны мерки в этой игре. Там слишком много контроля у оппонентов. Джинкс, они, типа, будут пытаться через фокус убивать, через фейкера, хука и ульту, да. А всех остальных чемпионов надо просто пересустренить будет в тимфайтах. В этом план команда Т1. Подвышка фармится. Зевс вроде справляется. Мука идёт его прикрывать. Пошла ульта. Перефлэш от онера. Флэшится 369, его рутят. Сейчас он будет давать W. Доджет, замедление! И оставляет килл для Зевса. И это 300 золота плюс пластины. Слухайте, это то, что я сказал. Команда GD Gaming это ожидала. Но этого не произошло. То есть они тоже ожидали, что команда Т1 пойдёт вся вниз. Поэтому они так аккуратно сконцентрировали внимание на бот. Думали они уже, что Гвен даже среколилась. Но Гвен осталась там прям подвышкой стоять. Грагас решил почему-то её допушить. Не поняв, что раз она осталась подвышкой, что, скорее всего, она не боится товар дайва, потому что есть Маукай рядом. И в итоге это всё деньги были Гвен. Вот для кого эти денежки пришли. А, мол, Гумаюша сам справится, ничего страшного. И они тут с 369 расправились. А сейчас Найт вынужден был даже вернуться на топ-лейн, чтобы эту вышку не проломали. Фейкер, правда, фармился с Сиджуани на мидлейне. Проиграл ей по фарму. Сейчас фармится будет с 369. Щеточек, фейкер начинает убивать. Ну и он просто уходит, да. Ну это молодцы, переиграли, но правда пластину потеряет за это. Или не потеряет, потому что до этой пластины не добрались крипы. Крипы не дошли, пластина всё ещё живая. Теперь придётся, ну из-за жадности Джинкс будет оставаться. Возможно даже подойдёт и ударит просто сама под вышкой. Да, она пошла, ударила под вышкой. Она сделала удар, потеряла сейчас хп, но пластинку сняла себе. Таков был путь. А здесь бэк, всё, мерки, ребят. А не, не ударила, вру, вру. Всё ещё не ударила. У Гвайн уже мерки и предмет на восстановление здоровья появился. Всё, теперь ударила Джинкс. А хп она, видимо, тогда потеряла, потому что её кто-то ударил с команды оппонентов. Онер. Нет. Он так просто поглядывает в сторону фейкера. Нет, он что-то думает. Там Шкерри ещё подошёл. Нет, просто ударил. 24 золота, кстати, заработал с этого удара. Чпоньк. Керри выбивает варды, видит они канавит, дублирует свой вард. Увидели ещё пинг. Блин, сколько же фейкер теряет фарма ради прикола? Ну, как будто намеренно задних крипов не ласхитит, вы заметили? У нас что здесь произошло? Ничего. Просто проиграл размен Зевс. Зюс. Фейкер устраивает ловушку против Найта. Но понимает команда Т1, что они сейчас слабее в этом месте. Наверное, лучше отойти. Там ТП идёт Грагаса. Гвайн не может ничего сделать. И правильное решение будет просто уйти отсюда. Да, они просто уходят. Все на фарм. Есть что пофармить. А Гвайн будет ломать вышку на топе. Потому что Гвайн сейчас ещё пустая для сражения 5 на 5. Ей нужно 3 предмета. А почему пластину не сломала? Странно, что Гвайн решила пластину не ломать. Ей никак не мешал Грагас. Он же сделал телепорт на мидлайн. И за реколом он бы не пошёл за ней гоняться. Если бы пошёл гоняться, он бы потерял фарм под вышкой. И ты спокойненько бы ушёл. Фейкер. Привет, Акира Исида. Привет всем, ребят. Да, у нас здесь ещё 2-2. Последняя игра решающая. Финал верхней сетки. Это не гранд финал ещё, но финал верхней сетки. Джин Джи с Билли Билли Гейминг завтра играют свой полуфинал нижней сетки. И потом команда, победившая завтра, будет играть сегодня, проигравшей командой. А победители сегодняшние будут отдыхать. У них будет 3 дня отдыха, считай. И в воскресенье они будут играть финал. Суперский финал для себя. Грандиозный финал. Ну, честно, вот сейчас там спрашивают, кто победит. Мне кажется, смогла как-то Т1 сдержать этот натиск. Но это та самая ситуация, где я вижу, что Джи Ди Гейминг очень пассивно играют. Они пытаются сыграть без единой ошибки и ждать ошибки оппонентов. Стиль игры хороший, но он хороший только при условии, если ваш драфт явно сильнее оппонентов. Гумаюши, там, три игрока в него ворвались. Среагировал, отфлешился. Лула была рядом, прикрыла бы, если что. Но Гумаюши решил даже не тратить Гейлфорса. Сразу нажал флеш. Правда, Гост еще потратил. А тут Геральтка появилась. Там нет ульты Сиджуани, но сейчас ульту сворует просто наутилсовскую найт. Я бы сейчас просто попытался мид проломать. Утащили Геральтку команды Т1. Здесь пытается обойти. Ищет он, где Грагас может находиться. Не находит Грагас, а Грагас спиня. Грагас выскакивает со спины. Маукаи выдает ульту. Гумаюши бежит вперед. Ничего не боится. И слишком плохое положение у Гумаюши. У него в рейв. Ульта. Будет ли на него? Была ульта. Он пытается хоть какой-то урон найти перед своей смертью. Урон нанес. Но дальше Гвен, ребят. Только Гвен осталась на дамаге. Первое убийство она делает. Дальше работает по найту. Пытается на это срезать. У нее это получается. И она прыгает дальше в канаве. Канаве, правда, успевает. Джинкс всех убить. Да, все, забейте. Это игра. Это игра, ребят. Не нашел Зевс со спины. Врага. Сейчас просто Джинкс 4-0. Она начнет игру уже вытаскивать. Надежда теперь только на Зевса боковые линии. Что он сможет соло-бола как-то делать. И вытягивать тонну времени на себя. Просто у команды JD Gaming и драконы. Две штуки. И Джинкс раскормлена, как бог Гумаюши. Потерял флэш на мидлейне. Надо было тратить Гейл Форст там. Но он зажадничал почему-то. Зажадничал. Не захотел нажать Гейл Форст. Захотел флэшом увернуться. Ну, скорее всего, там на реакции просто. Он подумал, что Гейл Форсту можно не увернуться. А флэш-то точно поможет. И, как итог, его просто со спины вылавливают. Лулу ему помочь не может. Врыв, который здесь от Фейкер устроил. Он неплохой врыв. Но все игроки команды JD Gaming разбежались в сторону. И все. Играгас четко через флэш видит единственную цель, которую ему надо убить. И дальше. Гвен. Молодец. Гвена разрулила в плюс 1 убийство. Ситуацию. Здесь в хук moyen гради от Фейкера прошел. Но Гвен да тут добраться не может. И Лулу тоже ничего не делает. И все идёт. Бэм. Взрыв. И еще один кил. Доволен. рулер night тоже доволен ну соло было нужно это зевса иначе этот матч завершается ребят нужно просто соло боло от зевса драки через 28 секунд команда т1 к сожалению для них отдает они не могут за него дуэли цени как им нечем там джинкс 3 предмета скоро будет сбок она сейчас красным видим забирает бэк и туда тоже по предметам а у них одинаково с гумаюши хотя она должна быть впереди по золоту красивая картинка замедление не сбокалась кстати джинкс за то что не сбокалась можно здесь еще поиграть у краб забран на реке гумаюши не боится прям идет в атаку пытается геральтку команда т1 остановить фейкер кидает хук не попадая геральтку чеснода по глазу ударить и смайт нажать да так они делают но еще один смайт на универа есть нет смайта еще одного но я не думаю что команда джиди гейминг предположить что у нее нет смайта они у нее есть мать все нормально странная ешка джинкс можно спускаться команде т1 теперь ешки не будет почти 20 секунд это довольно большой контроль потерян маукай дает ульту хороший врыв от наутилуса вылавливают рейкан и рекам погибает и команда т1 начинает стрелять гумаюши никто не трогает он правда не очень удачно выдал ульту и зевс дико битый становится еще один хук от фейкера в этот раз по 369 тот уходит в сторону фейкера избивают но луну ему дает щиточки чтобы он выживал он все но погиб гвент зарабатывает дракона до унира беда у нее нет слыша ему команда не сможет помочь он пытается просто выиграть время хотя бы чтобы остальные отошли но с потеря двух игроков команда т1 забирает объект потеряли они и маука и наутилуса и смогли рейкана поймать могу фейкеру поставить лайк за врыв именно в рейкана и задержали его в контроле рейкан так ничего сделать и не смог рейкан будет теперь думать от миссинга как вот так вот стоять потому что действительно если его так ловят уходе этого заклинания выдать не сможет понимаете то есть вот контроль рут подкидывание рут все и ты стоишь и вот это вот ульта киша тащили детский сад он должен был авто атаке просто бить а ульту вот сейчас дать вот сюда а он ее выдал в 1 рейкана ну ладно надеялся наверно что как-то она перескочит глаза чесался а чё фейкер уми красный баф да на красный баф от красного бафа погиб фейкер они не перепрыгнуть было хотел снять наушники бросить об стену их фейкер но потом вспомнил что казенное riot games имущество нельзя так поступать штраф платить потом три тысячи отставания джинкс продолжает доминировать от рулера прям в наглую бежит ничего не боится здесь миссинг бежит ничего не боится а может накажем этого бегуна полимор вдали он отпрыгнул этот фетиш на гейл форс на на фили меня немножко смущает я прекрасно понимаю что у него пенитры достаточно но все равно мне кажется что кракен может иногда давать неплохие показатели просто без кракена так сильно проседает этот чемпион средней стадии игры просто жесть насколько он слабей джинкс сейчас вышку ломает на топе джиди гейминг и у них ротация оказалась лучше по этой ротации выгоняет фейкера и на это еще динает фейкера у фарм убил он трех крипов без боя они раз здесь ловят они просто зашли вроде в лес получает урон ну и все разошлись мирно до пытается гумаюша задавить вышку на медлайне защищает крепчиков а фейкера уже вторую вышку ломают никак не чешется чтобы ее отпушить 155 фарма у него очень странно т.п. на маука ему мука мука и все зажимает команду т1 под их вышками просто со всех сторон они знают что без гвен команда т1 ничего сделать не может а гвань не может убить видите грагаса пока еще не может до найдет впереди плюс 1000 золота да если грагас будет с ней пытаться дуэли один на один он очень сильно об этом пожалеет и скорее всего сразу умрет но он просто дает заклинание по крипам и выфармливается night all-in по фейкера не он так просто размин очка опа а у нас там гвен летит т.п. было ли что откуда он здесь взялась просто пришла просто пришла потому что снизу ловить нечего она решила вышку эту ломать на топе странно что он решил этих трех крипов не заласхитить отойти хотя кушка уже откатилась а здесь начинается жесткая кормежка афелия все деньги мира отдаются афелию он пытается сейчас 2 вы его фармить и еще фармить лес команда т1 надежда на то что лулу успеет доделать себе кис с этот микаэль афеля доберется до 6 предметов раньше чем джинкс даже учитывая что она 50 и вот тогда я дадим битву выиграем маленькую женку пока купила филий но он деньги кстати на пинка потратил потому что лулу видимо нет вообще денег больше последние два пинка кстати не стоит их никуда просто ходит с ними уже давным-давно понимая что прекрасный контроль у команды gd gaming сейчас по карте и вот наконец-то поставил керри вард но это вард за который они будут воевать к нашу рассместились выбивает варды оппонентов и 5 игроков команды т1 здесь старт объекта канаве терять свою пассивку команда т1 продолжает делать объект вы уверены половину они уже сняли слушайте они уходить отсюда не собираются у ля ля их напугали все же но теперь как-то и уходить не хочется гумаюша пытается пока тюс у него получается флешится он вперед пытается добраться джинкс он добираться джинкс убивает вместе с гвен прячется в жоню команда т1 как ты это делаешь как они это сделали ребята не просто сделают против команды джейзи гейминг и онер дальше бежит говорит я потанкую смогу потом нажать w но команда предлагает уже отпустить канаве и бежать хотя бы на два объекта мы не успеем закончить игру но можем два объекта начать и на шора делать и дракона как они это делают они просто стартанули на шора потеряли статы но там видимо мука из культа сильно зарешала не отменяет дракона не могут они успеть его сделать там уже кто-то пингует хотя бы вышку убей на медлайне надо как можно больше золота типа урвать вот на этой 369 они в спине они должны были четко сейчас ворваться и закрыть мука из культа амау откинул на это и луну дала полиморф по грагусу а жесть какая у нер откинул сайлоса подойти никак не может и получилось что главные танки которые должны дизенгейдж делать команда джейди гейминг они оказались не стоит не с того места вообще из-за того что они не с того места просто прошли мимо седжуани и ой команды один поздно прибежали с бека уже после на шора на дракона дракона отдали до ну на вот тоже там помогал джинкс нужен более сайфовый саппорт ну тут дело не в саппорте тут дело лишь позиции получилось так что джейдишники были уверены что они сражаться будет против на шора сейчас поэтому два игрока нажали тп и пошли с той стороны а оказалось что команда т1 просто побежала в джинкс под шурелей и ее никто задефать не может у нее рейкан и и си джуани а где грагаса откидывание а где сайлоса ульта который сворует ульту оппонентов ничего этого не было у них и получилось что джинкс просто догнали убили команда т1 выходит вперед по золоту а джейди гейминги разочарованы потому что теперь у джинкс и фарма не хватает они-то так не делили фарм как команда т1 где они все деньги отдавали своему игроку они в сайлоса тоже вкладывались сайлос конечно молодец у него там руа у него жоня сейчас рободон делает судя по всему но вот она вышка на топе это гвен ребят гвен дошла до лейтгейма у него рободон рободон гвен уже а наша там получается снялась джинкс в этом сражении 1000 золота урвала а чё делать такой гвен три предмета и она самый богатый игрок на карте сейчас судя по предметам у него рободон эта херня и постоянно забываю как она называется и нашу ртуз то есть там дорогущие предметы потом она войт став соберет и ни один игрок просто не выдержит я не знаю как керия может быть под вопросами керия просто лучше не керия лучший лучший саппорт этого турнира однозначно керия под вопросами там много остальных игроков но керия вот сегодня еще раз еще раз доказывал особенно своей игре на наутилусе там грагас хорошую позицию занял побаивается гумаюши чувствует он запах грагаса и все равно подходит ставите нет ринкет и сразу же отступает там грагаса не было флэша был бы флэша он бы сейчас гумаюша убил но правда знали они что нет у него флэша команда т-1 сломала вышку на медлайне получилось снова контроль карты себе в руки начинает ломать вышку на боте зевс сделал лолин они это не его ульта была это ульта соперник своровал ульту гвена я думаю чуть за странно ульта была и команда т-1 нам резко реколится хотят все вместе чтобы были сбека мука не рекольца ему нечего секс дринкер купила джинкс от рулера ребят вот настолько рулер боится гвен который до него может убежать у команды т-1 сам молодой керия нет пом самым ладуя у них они по возрасту они все из одного состава все четверо но керия старше них всех на один год где самый молодой подсказывать ну вот фэки старше них по-моему на 7 лет они все примерно одного возраста там плюс-минус месяц кроме керри керри старше них всех инициация гумаюши 369 ловит пошла ульта до конца пойдут пошла еще одна ульта убийство конечно 369 есть но успеет ли они убить вышку до того как сюда прилетит на это сюда прилетает выдают ульту по трем игрокам подкидывание но там откуда не возьмись они взялся и зевс бежит вместе с ним убивать но правда онира перекидывать на ту сторону они погибают это все еще жив и команда т-1 в этом узком пространстве против джинкс не очень хочется воевать как же много урона джинкс то зевс принимает последний удар на себя и говорит валим-валим-валим потому что джинкс здесь развалит ну сломали вышку убили игрока но это был большой риск проиграть игру здесь сейчас потому что они потратили все чтобы убить грагаса у них это получилось ну а дальше что как говорится там почти вот став ребят у зевса помните процентики какие я давал на экранчик и посмотрите вот здесь вот сбоку вот так вот я покажу 55 концовочка за команды т-1 это процентики я не просто так даю это вам показываю что у команды т-1 есть light game down не супер-дупер потому что наутилус проседает по полезности сайлас лейтгейме тоже очень сильный чемпион маука и сиджуани примерно равны даже на чуть-чуть сиджуани посильнее будет грагас против гвн кэш полный мусор но грагас свое дело тоже знает ну и главная сила конечно у команды т-1 это афелий с лулу 98 там дракон сейчас будет к душе дракона эти команда gd gaming увеличивая скорость передвижения всем своим игрокам и откаты заклинаний что у нас будет команда т-1 делать будет ли пытаться гумаюша ничего не боится просто первым идет вперед прервали они все шло по маршруту первой игры и четвертой игры но команда т-1 это прервала миссинг миссинг нашел выход его увидел его увидел теряя дракона выигрывает маука как это происходит маукаевская ульта летит команду т-1 они руворачиваются от этого все выдают свою ульту но биту пока проигрывает команда т-1 правда онер это единственный кто умер зевс все еще жив дает свой каст и что-то как-то хочется отходить команде gd gaming у них два танка развалились но там потому что вот став уже появился у гвена она их очень жестко избила и гвен побежала сразу фармится вверх потому что нельзя терять ни единого темпа она предлагает на шора забрать но у вас нет маукая вы чё да все-все-все-все забыли на шор уговоритесь никаких на шоров тут конечно же этот ловушку устроить команда т-1 но их четверо противников пятеро хук они будут воевать четверо против пятерых вы чего делаете отваживается гумаюши джинк зарабатывает первое убийство джек зарабатывает второе убийство что вы делаете вас четверих пятеро они не стартуют на шора они просто проверили не делаете ли вы наш зачем и ульта еще гвен не откатился только час вы зачем это сделали только что а зачем вообще не понимаю зачем это делать это никакого смысла вы хотели стартануть на шора рассчитывая что оппоненты пойдут все на рекол они передумали эти на рекол ну и вы такие ну и ладно они передумали эти на рекол ну и хрен с ними если стартанут на шора дано придется и воевать 45 но если мы сами делаем вот такой врыв то как мы будем их убивать без гвайновские ульты и афеля без предметов еще у афеля предметы на базе фейкер горит что-то мы кого-то херню сделали сейчас да какую-то херню сделали ты один хотели сыграть хард хард сейчас против на шор бафа им будет харда гумаюши garden angel купил они лорда доминика я думал он доминика будет брать он решил garden angel взять у лулу все еще нет микаэля она на него копит все еще не хватает даже те моменты когда можно было отдать пару крипов и там тележку каждую тележку отдавать лулу и все лулу бы их быстрее добралась бы до микаэля было бы намного лучше 911 но по драконам счет 23 типа все нормально играем медленно идет к лорду доминику гумаюши джинкс тоже без лорда доминика это забавно оба адекере без резалки армора против оппонентов играют две вышки попадали да все команда джиди вышла вперед по золоту афеля все еще пустоват не не вижу чтобы он куски отрывал от оппонентов с фейкера поймают ребят сейчас поймают гонят там даже кири это понял и побежал его спасать зевс ищет фланга там везде ворды канаве рисует значок джиди гейминг пошла мука из культа прямо в зевса все летят прямо в зевса инициация зевс ищет выход он находит выход он находит но в него сразу десенгейдж идет продум успевает выдать первую ульту вторую ульту выдает третью ульту но дэмэджа не хватает потому что афелий решил гордин энджел собирать полезный гордин энджел очень всем поможет всех убью с гордин энджелом меня если убьют я воскресну полезно она забить ну нет дэмэджу от гумаюши в этой игре нахрена гордин энджел купил ты чё ты чё с вещей он вообще в так даже авто оттач сейчас не стал он подошел просто отдал гордин энджел он даже сейчас не атаковал видели до финальное сражение вот здесь вот на базе он даже не атаковал он понял свою ошибку что надо было купить лорда доминика вместо гордин энджела и сейчас вы в этой битве они могли бы выиграть потому что выход в спину был очень хороший гумаюши никто не трогал сейчас я вернусь вот слежу только за гумаюши теперь вот в этом сражении гумаюши полная свобода его выкинули он может давать автоатаку он ее дает он еще одну автоатаку дает еще одну автоатаку да не им он кстати не то вот часто культа его залетела взрыв не слушайте он бы выиграл здесь сложить сражение во первых он бы уже дал больше урона а во вторых этот финальный эти его оружие он бы сейчас здесь развернул но как минимум троих бы он убил он бы троих сейчас убил а дальше просто было бы то что нужно но мы возвращаемся назад еще и вопрос вот после дракона сражения ну или не возвращаемся хочет игра прокрутиться зачем было делать этот врыв съели все печеньки все почистили зажимаемся в этом углу ждем есть соперник стартует на шора мы можем на них пойти если они не стартуют на шора они скорее всего не стартуют на шора потому что им страшно вы никуда не лезете здесь в рыб еще знаете я могу представить этот врыв если по не в джинкс его сделали вот прям в джинкс прям четко в нее но здесь намеренно было кинут врыв фейкера не в джинкс да он намеренно кидал не в джинкс он кидал вообще его в седжуане то есть фейкер кидал хук седжуане он даже не то что не в джинкс кидал там седжуане ну и все и дальше джинкс на свободе стреляет и немножко задается вопросом а чё оппоненты придумали без мука я чё за врыв без мука я до последовательства команды tm t1 им вообще пофиг на поражение но в этом смысле да я не могу отрицать им действительно пофиг на это поражение потому что они никуда не вылетели еще чемпионата и масса и все еще продолжается для них у них будет на одну теперь серию больше они будут играть здесь в нижней сетке проиграли джейди гейминг китай одержал сегодня победу завтра если китай тоже одержит победу это завтра будет да или они вру ребят завтра у нас перерыв не в не вру нет перерыва 19 число все нормально завтра если били били гейминг одержит победу вот тогда на и на лицо команды т1 изменится но они уверены что били били гейминг проиграют и они просто будут с командой джинджи еще раз играть снизу на крайняк но если завтра били били гейминг одержит победу над командой джинджи проблемы начнутся но к т1 много вопросов по сегодняшним две киндредки не принятшие ничего не баним будучи на красной стороне анечку странный выбор прям такой упорно пикать только на утилуса для фейкера который ну чемпион который ничего не дает а если вы его не отыгрываете от правильных действий и конечно же вот эта игра они уже камбэкнули они казалось бы уже выиграли тут команда 3 берет сама же выкидывает партию странно странно в любом случае ставьте лайк подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропускать записи все выкладываются сюда только потому что вы пишите комментарии ставите лайки